Шикарный нокаут летящим коленом. За 77 секунд боец не пропустил ни одного удара. Приветствуем всех на нашем канале. Звезды ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выхода нового видеоролика. Спасибо за просмотр. Фаральде показал сопернику, когда будет нокаут. В Белатар завелся свой Хамзат Чемаев. В ночь с 12 на 13 ноября в городе Холливуд, штат Флорида, США, прошел турнир Белатар 271, где в главном бою чемпионка в полулегком весе Крис Сайборг защитила свой пояс от посягательств Шинейт Каваны, которую бразильянка нокаутировала за 92 секунды. Однако в прилимах был еще более быстрый нокаут в схватке между представителями полусреднего веса Романом Фаральде и Робертом Тернквистом. Поединок начался с размена ударами в стойке, в котором преуспевал Фаральде, чьи удары были более резкими. Роман напрягал своего соперника не только джобами, но и хай-киками, которые избивали Тернквиста с толку. Причем удары Фаральде зачастую достигали цели, чего нельзя сказать о гавайце. Поэтому Роберт пытался перевести бой в свое русло, а именно в портер, что у него не получилось, так как непобедимый американец не только здорово работал руками, но и превосходно чувствовал дистанцию. Уже в начале второй минуты первого раунда случился решающий эпизод. В очередном ударном размене Фаральде потряс Тернквиста левым хуком. Роберт попятился назад, а Роман расслабленно показал ему, что сейчас будет добивать. В следующей атаке Фаральде исполнил летящие колено точно в челюсть, после чего оппонент отлетел в сетку. Никакого добивания не потребовалось, потому что это оказался глухой нокаут, причем за 77 секунд. Вполне вероятно, что это нокаут года. Не знаем, как вы, но мы в романе Фаральде увидели немного Хамзата Чимаева. Дело в том, что американец, как и Хамзат, не пропустил ни одного удара за весь бой. Причем, в отличие от Барзар, который провел почти весь свой прошлый поединок в портере, Фаральде рубился в стойке. Учитывая, какие вопли издавали комментаторы по всему миру от этого летящего колена, вполне вероятно, что Романа не обделят вниманием и добавят в шорт-лист претендентов на нокаут года. Действительно, удар вышел на загляденье. Конфликт бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона в Твиттере. Тони Фергюсон снова наехал на Хабиба Нурмагомедова в Твиттере. Американец дерзко припомнил экс-чемпиону UFC в легком весе все несостоявшиеся очные поединки. Хабиб не прошел мимо и ответил Тони. Бой Фергюсона и Нурмагомедова по разным причинам отменялся пять раз. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон так и не смогли выяснить отношения в октагоне, зато не упускают возможности устроить перепалку в Твиттере. Американский боец открыл новую главу противостояния. Что сделал Фергюсон? Тони опубликовал в Твиттере видео с пресс-конференции с Хабибом и сопроводил его дерзкой подписью. «Послушай, жирный ублюдок, в последний раз, когда я видел тебя, ты сбежал в другую страну словно маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. До этого ты симулировал боль в животе, по той же самой причине, чтобы сбежать от боя за титул. Заткнись и оставь мужские дела тем, кто на передовой», — написал Фергюсон. Почему Тони решил снова задеть Хабиба? Пост Фергюсона был посвящен реплике Хабиба о том, что Ислам Махачев заслуживает поединка за чемпионский пояс больше, чем Джастин Гэджи. На турнире UFC 268 американец единогласным решением судей победил соотечественника Майкла Чендлера. До боя Гэджи заявил, что в случае победы над Чендлером ему будет гарантирован титульный поединок. Нурмагомедов же призвал американца не говорить о титульном бою и вспомнил о Махачеве. В заочный спор недавних соперников решил вмешаться несостоявшийся оппонент Хабиба и припомнил ему все сорванные поединки. Как ответил Нурмагомедов? Хабиб не оставил выпад Фергюсона без внимания, спустя 9 часов экс-чемпион UFC в легком весе отреагировал постом в Твиттере. Правда, ответ Нурмагомедова получился чуть менее дерзким. За последние три года ты не выиграл ни одного раунда в UFC, в некоторых раундах ты проиграл 10-8. С 2015 года ты победил только одного боица из топ-15. Тони, здесь переведена ясная картина, я не собираюсь опускаться до мелочей, не собираюсь оскорблять тебя. Это просто факты, написал Хабиб. Что связывает Хабиба и Тони? В UFC пять раз пытались схрестнуть Хабиба и Тони в октагоне, но бой всякий раз срывался по разным причинам. Во время подготовки к поединку с Гэджи в августе 2020 Нурмагомедов выражал заинтересованность в том, чтобы все-таки встретиться с Фергюсоном. Не знаю, почему, но верю, что с Тони мы подеремся. Я бы хотел этого. И если я выиграю у Гэджи, Фергюсон будет в списке моих следующих соперников. Когда дерешься против сильных соперников, оставляешь наследие за собой. Не знаю, что с миром случится, но надеюсь, что в следующем году мы с Тони подеремся. Это имя дает мне очень большую мотивацию, как я готовлюсь к нему, как настраиваюсь, говорил Хабиб на пресс-конференции. Правда, вместо выхода в клетку с Тони российский боец завершил карьеру после победы над Гэджи. Хабиб ушел с красивым рекордом 29-0, но так и не подрался с одним из своих главных врагов. В последние часы треш-таки с участием российских бойцов UFC набирают обороты, до Фергюсона и Хабиба отношения выясняли Петр Ян и Конор Матгрегор. Получилось сурово. Возможно, Хабиб увернулся от словесной схватки с Тони, поскольку все мысли экс-чемпиона UFC связаны с двоюродным братом, Усман Нурмагомедов угодил в скандальную историю с задержанием за наезд на полицейского. А еще Хабиб попал в топ-10 богатейших бойцов UFC, сколько заработал Нурмагомедов. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выхода нового видеоролика. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Поставьте палец вверх и подписывайтесь на наш, ваш канал.